Девушки отдыхают И сможем ли мы в итоге договориться между собой и выбрать сами? Как изменится наш многоквартирный дом через год, пять и десять лет? Ответят на эти вопросы участники программы «Умный дом». Городской телеканал ЮТВ работает на республиканском форуме «Управдом». Сегодня здесь обсуждают актуальные вопросы отрасли. Это и республиканские программы, участие в них жителей. Это новшество и, конечно же, умные технологии. И сейчас рядом со мной в открытой студии находится инженер компании «Данфас». Это Ильша Тахчурин. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что за компания, чем занимаетесь? Почему вашу компанию можно назвать компанией, которая делает умные технологии, которая продвигает их? Компания «Данфас» – это крупный производитель международной системы для энергосбережения. То есть мы производим оборудование для систем отопления, кондиционирования, вентиляции. На этой выставке «Управдом» нас пригласили как компанию, которая является лидером на рынке республики по внедрению энергосберегающих технологий. Компания уже на рынке России существует более 25 лет. И, в принципе, в республике мы уже почти 15 лет внедряем энергосберегающие технологии. Мы делаем, в принципе, так, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно в своих квартирах и платить за это меньше денег. Намного меньше платят? 30-40% снижается стоимость за коммунальные услуги. – Работаете по республике? – Работаем по… ну, конкретно наша команда, которая располагается локально в Уфе, работает по республике, то есть локализация Уфа. Ну и, в принципе, мы ведем проекты по всем городам Ашкирии. – А много ли сейчас людей, которые понимают, что умные технологии помогают облегчить жизнь и сэкономить, и которые обращаются к вам и к другим компаниям, которые предоставляют что-то умное? – Я понял вас. – Ну, могу сказать, что по сравнению с тем, что было 10 лет назад и сейчас, это количество критически изменилось в лучшую сторону. И благодаря, наверное, в первую очередь интернету, потому что сейчас людям стали доступны в целом эти данные, то есть то, что они могут сэкономить на внедрении энергосберегающих технологий 30-40% на оплату коммунальных услуг, и при этом эти вложения окупаются буквально за полтора-два года, и потом, собственно, там, срок эксплуатации оборудования 15-30 лет они могут экономить. Поэтому сейчас я считаю, что очень позитивный тренд на рынке, и это позволяет нам открыто общаться с людьми. И, в принципе, мы видим, что люди готовы эти решения не только рассматривать, и при этом голосовать рублем и внедрять их в жизнь. Здесь на выставке представлен стенд компании Уфанет. Как-то сотрудничать? Рассматривали умности, которые компания предлагает? С Уфанетом я встречался конкретно где-то месяц назад. Мы рассматривали проект по умным домам, то есть когда ваши решения, они комплектуются приборами учета Danfoss, и мы совместно проговорили дальнейшие шаги, как мы можем в этом направлении двигаться. В принципе, сейчас эта работа ведется. Каким должен быть в вашем представлении умный дом? В моем представлении мы должны отталкиваться от цели. То есть умный дом, он не должен быть просто умным домом. Он должен быть домом, который дает комфорт человеку, конечному покупателю, который в этом доме живет, и при этом, чтобы его какие-то затраты на поддержание этого комфорта были минимальными. И я считаю, что цель умного дома – это сделать всю работу таким образом, чтобы человек чувствовал себя комфортно, при этом не замечал, что что-то за этим происходит. Здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо вам.